Здравствуйте, Степан Чесненко-Макар, инженер первой категории специального технологического центра. В данном вопросе я полностью поддерживаю Вселовода от лица СТЦ, потому что вопрос действительно актуальный, как для нас, как и для всего частного космоса. Но хотел бы также добавить, что сейчас активно развиваются группировки дистанционного зондирования Земли и связи за рубежом. Но у нас такое развитие идет не очень активно. И эти группировки очень важны, и мы по мировому опыту видим, что существует уже успешный опыт взаимодействия частных компаний с государством по развитию данных систем, как, например, Starlink и подобные. И наша компания не исключение. Мы также проводим сейчас инициативные проекты по развитию малых космических аппаратов дистанционного зондирования с радиолокационным как раз мониторингом. Уже выявили пять аппаратов, которые успешно сейчас проходят летные испытания, показывают характеристики не хуже, чем зарубежные аналоги и обладают… Надо лучше. Ну, мы стараемся как раз таки. И, что очень важно, обладают унификацией по взлогу. Это, извините, пожалуйста, что перебиваю, но это принципиально. Настрой должен быть, такой внутренний настрой, лучше. Нет, тогда будет выше конкурентоспособность. Если будут такие же, что с учетом всех геополитики будут отсекать, а будут лучше, дешевле и по качеству лучше, будут брать, несмотря ни на какие разногласия в политической сфере. Вот как сегодня в космосе сотрудничество-то идет, несмотря ни на какие проблемы, а сотрудничество в космосе МКС работает. Да? Ну да, мы как раз усердно работаем в этой сфере. Поэтому нужно, чтобы всегда было лучше. Тем более в такой сфере, как эта, у нас есть возможности быть лучше. Да. И мы сейчас как раз таки показали то, что испытания действительно успешные, то, что наши аппараты летают, и их хорошо, правильно функционируют. И мы готовы развивать это направление, готовы предлагать какие-то новые решения. Но действительно, как говорил Севолод, без поддержки и внимания со стороны государства мы не сможем развернуть достаточно масштабную группировку, для того чтобы это действительно выполняло полный функционал по всей, возможно, даже планете. И от лица и СТЦ, и, в принципе, частных компаний, действительно, я хотел бы попросить вас как-то, может, подтолкнуть на развитие данных взаимодействий между государством и частными компаниями и поддержать нас. Так и будет. Я уже об этом говорил. Ну, кроме всего того, что было сказано чуть раньше, могу только добавить, что вот сейчас только обсуждали возможности предоставления льготных кредитов через Промсвязбанк, да? Через Промсвязбанк. Вот там думаю, что сегодня об этом сейчас на совещании тоже поговорим. Ну, вот самое главное – дешёвый финансовый ресурс. Постараемся его тоже обеспечить. Спасибо большое.